Здарова, шашечная братва! На той неделе, в пятницу, я играл в лично командном турнире на Гамблере. Данный турнир проводится каждую неделю, так что можете поучаствовать в нем. Могут играть все желающие. Состав очень сильный, но я считаю, что вполне он соответствует составу чемпионата России среди мужчин. Очень сильный состав. В начале турнира я на той неделе шел в плюсе, плюс два, по-моему, в конце. Три партии подряд проиграл, скатился на минус один, расстроился, конечно. Но, как говорится, не бывает худа без добра, зато нашел интересные анализы в партиях. То есть, если вы проигрываете партии, обязательно надо их анализировать. Вот я их проанализировал. И сегодня я хочу показать вам шлиф, который мне удалось найти в партии с Тимофеем Проскуриным. Сильным кандидатом в мастера из города Санкт-Петербург. Нам выпала следующая жеребьевка. СД4, ДЦ5, БЦ3, ФЖ5, СБ4, БА5. Ну, городская партия, разменный вариант. Белые побили, черные побили, побили, побили. И белым лучше всего нападать в СБ2. Ну, СД2 играть несколько пассивно. Я решил поэтому сыграть АБ6. То есть, Владислав Шипилов тоже помогал мне во время стрима вести, подсказывал как-то. И сказал, что лучше играть АБ6. Ну и в этой позиции Тимофей сыграл АБ2, я ЖФ4. Обычно здесь играют ДЦ5, ЖФ4. Ну, по-разному. Ход ЕФ4 довольно-таки редкий. Ну, и он плохо разобран. Но на самом деле он очень сильный ход. Почему? Давайте посмотрим. Ну, я сыграл ДЦ7. Белые сыграли БЦ3. Здесь я уже совершил, как оказалось, ошибку. СБ6 это уже ход плохой. Белые играют АБ4. Ну, грозят выиграть шашку. Надо играть БА7. И белые играют БЦ5. Теперь такой ход уже проигрывает. Потому что белые размениваются. Ну, естественно, так не пойдешь. Там все проиграно. Это приходится жертвовать. Ну, и здесь у белых есть точный выигрыш. Надо сыграть на Ф6. Сюда теперь дамку не поставишь на С1. Просто поймали. Приходится ставить на А1. Теперь белые играют на А4. Ну, и обратите внимание, ходить просто некуда. То есть на любой ход дамкой мы отдаем шашкой. Ну, шашку сюда не побьешь. Потому что же Ф4. Ну, и белые легко выигрывают. То есть, а как бить получается? Ну, сюда тоже бесполезно. Проиграно. А на Ф6 нельзя бить, потому что подрываем пункт Ф8. Ну, и легко выигрываем эту позицию. То есть, как остается играть? Остается играть как-то только АБ6. То есть, в этой позиции АБ6. Тогда мы снова жертвуем шашку. Приходится бить куда-то на Ф6. Ну, побили на Д8. БЦ5. Ну, допустим, пошли на Ф6. Ну, этот Ншпиль легко выигранный. Тут я не вижу, как говорится, сложностей. То есть, в этой позиции ЖФ6 уже плохо. Поэтому я разменялся. ЕД6. Теперь белые делают коварный, хитрый ход. ДЕ5. Ну, и непонятно, как играть. То есть, отходить нельзя из-за банального ЕФ6. И черные остаются без шашки. Поэтому приходится играть ЖФ6. Ну, и у Тимофея здесь был выигрыш. Он правильно побил на С7. Ну, и здесь надо было меняться ФЖ5 с выигрышем. А Тимофей сыграл СД4. Ну, давайте рассмотрим, как белые могли победить. Надо было разменяться. И теперь точно играют СД4. Обратите внимание, такие ходы АБ6, АБ4 невозможные из-за простого ДЕ5 и РЖ3. И черные остаются без шашки. То есть, а какие ходы возможны? Ну, и в Ж5, естественно, ДЦ5 пойдем. Остается играть ДЦ7. Теперь белые точно играют ЕД2. Единственный ход на победу. Ну, и у черных осталось два варианта. СД6 нельзя играть из-за ДЕ5. Опять в какую бы сторону черные не били. Белые выигрывают шашку и проходят в дамки. То есть, остается играть ФЖ5, допустим. На ФЖ5 уже играем ДЦ5. Теперь на СБ6 просто ДЕ3. А если же Ф4, тогда играем ДЦ3. То есть, торопиться с выигрышем шашки не надо. Черные нападут. Ну, и видите, отходить нельзя. Приходится отдавать шашку. И черные прорываются в дамки с ничьей. Поэтому на ход ЖФ4 надо точно играть ДЦ3. Теперь, если черные еще раз нападают, мы отходим. Ну, и тут уже становится очевидной победа белых. В этой позиции еще был возможен ход СБ6 за черных. Теперь белые проводят двойной размен. И после хода ФЕ5 точно надо сыграть ДЦ3. Остальные ходы ведут лишь к ничьей. И на ЕФ4 точно играем СД4. СД6 также ведет ничьей. После СД4 черные нажертвуют шашку. Допустим, пошли в дамки. Ну, можно отбросить шашку и поставить дамку. Ну, приходится отдавать. Пошли, допустим, сюда. Ну, и белые легко выигрывают. Вот такая победа была у Тимофея Проскурина. Тимофей же в этой позиции ошибся. Сыграл СД4. Этот ход уже выпускает выигрыш. Ну, обратите внимание, то есть ДЦ7, да, ДЕ7 все опять ведет после размена к тому же, что мы уже рассмотрели. То есть у черных остается единственный ход АЖ7, не допуская размена. Теперь белые играют ДЦ5 и я играю ДЕ7. Вроде бы кажется, у черных безупорная позиция. Ну, вот этот вот противотанковый еж, как и данное построение называет гроссмейстер Владимир Вигмен, позволяет черным оставаться на плаву. ЕД2, ФЖ5, ДЕ5. Ну, здесь можно было, в принципе, сыграть ЕЖФ4. То есть и такого хода нет уже из-за Е6. Но я в цитноте это не заметил и разменялся назад. Белые играют ДЕ3. Грозят следующим ходом выиграть шашку Ж5. Естественно, ее надо жертвовать. Нельзя ее защищать. Я разменялся. Ну и после хода ЖФ4 сыграл АБ4. Белые побили. И в этой позиции у меня была ничья. Я ошибся. Правильно было играть ДЕ5. То есть не давая хода АЖ7 из-за ЕФ4. И побили. То есть приходится играть АЖ3. Теперь играем на А3. Надо нападать. Так, отошли. Пошли в дамки. Ну, черные тоже пошли в дамки. Белые ставят дамку. Черные ставят дамку. Лучше всего пойти на Б4. То есть не давая такого хода из-за нападения с шансами на победу. Приходится играть АБ6. Ну и после нападения просто отдаем шашку. Ну и идем в дамки. И позиция ничейная. То есть белые у них две шашки лишние. Но черные за счет обладания большой дороги делают ничью. То есть в этой позиции, друзья, мы разобрали. ДЕ5 вел к ничьей. Я же тут ошибся. Сыграл Б3 в цикноте. У Тимофея Проскурина также было очень мало времени. Он сыграл АЖ7. Я АБ2. И здесь белые снова ошиблись. Тимофей поставил дамку на Ф8. Я на С1. Побили. Побили. Ну и все равно рано или поздно приходится белым вытеснять черных с тройника. Черные занимают большую дорогу. Ну и эта позиция ничейная. После нескольких ходов партия завершилась ничьей. А на самом деле в этой позиции у Тимофея был выигрыш. То есть надо было играть АЖ7, АБ2 и теперь сыграть ЕД4. То есть на А1 нельзя ставить дамку. Она тут же гибнет. Приходится ставить на С1. А теперь белые ставят дамку на Ф8. Именно на Ф8. То есть они грозят снять шашку Д6. Отсюда не нападешь. Отсюда также не нападешь. Просто побили, допустим, сюда. Побили, отдали. Ну и белые легко выигрывают. То есть как играть? А сюда ставить дамку нельзя, потому что белые просто на Б4 точно побьют. И дамка черных ловится. Видимо этот вариант не заметил Тимофей. И в итоге партия закончилась ничью. Мне, конечно, очень сильно повезло в этой партии. Ну самое интересное, самое вкусное было вот в этой позиции. Вместо пассивного хода ЦБ6 черным надо было играть ЖФ6. Это более точный ход. Ну и в теоретических руководствах обычно рекомендуют меняться ФЖ5. Там будет ничья. Ничего интересного нет. Но на самом деле у белых есть более сильный ход. Более сильный план АБ4. Теперь нападение ФЖ5 невозможно. Из-за простой комбинации. БЦ5. Побили. ЦБ4. Побили. Ну и белые за гребущими руками снимают 4 шашки соперника с выигрышем. Естественно, так играть не надо. Какие ходы возможны в этой позиции? Возможен ход ЦБ6, ЦД6, ЕД6 и АЖ7. Давайте рассмотрим все. Если ЦБ6, надо меняться. Теперь белые нападают. Надо закрываться. Ну и черные грозят отдать 2 шашки. Поэтому надо сыграть ЕД2, чтобы затем отжертвовать обратно эту шашку и победить. Поэтому черные выжигают. Играют ФЖ5. Ну и после хода АЖ3 они размениваются. Допустим, играют ДЕ3. Еще раз меняются назад. ЕД4, допустим, ЕД6, ЖФ4, БЦ5. Ну и партия заканчивается в ничью. Да. Если черная игра ЦД6, тогда мы меняемся вот таким образом. Бьем на Ц7. Ну и здесь все рано или поздно заканчивается вот таким построением. АЖ7, АЖ3, Ж6, ЕФ2. Ну и лучше всего сыграть ДЕ5 тут. То есть единственный ход у белых теперь ЕФ4, БЦ5 нельзя. Из-за удара ДЕФ4 наиграть. Черные закрываются. ФЕ3 теперь. ФЖ7. И после ДЦ5 черные играют ФЖ5 побили. ЖА4 побили. Черные бьют 3. Ну и партия также заканчивается ничьей. Так, если черные играют ЕД6, то, возможно, следующий вариант. Меняемся. АЖ3. Теперь единственный ход ФЕ7. Все остальное плохо. ЖФ4. Теперь снова единственный ход ЦБ6. Все остальное плохо. И, допустим, ФЕ5. Ну, можно еще и ЖА2 атаковать. ФЕ5. После ФЕ5 надо играть ЕД6. Теперь бьем в эту сторону. Бить надо вперед. И белые играют ЕД2. Теперь лучше всего сыграть ФЖ5. Ну и белым также лучше всего пожертвовать шашку. И попытаться отъесть шашку Б6. Теперь черные играют ФЖ3. ЕД4. Пожертвовали шашку. Она у нас лишняя. И разменялись. Белые выигрывают шашку. Но особых преимуществ она им не дает. То есть ставить дамку бессмысленно. Просто ставим дамку. Побили. И ничья. И ничья. Остается играть ДЦ5. Ну, тогда снова ставим дамку на Е1. Ну и на любой ход, допустим, поставили дамку. Отдаем шашку. И ничья. Ну и самое интересное начинается после хода АЖ7. Теперь белые неожиданно размениваются ходом ФЕ3. СД6 уже практически проигрывает. Но давайте сперва сильнейший вариант рассмотрим. ЕД6. Теперь белые нападают. И надо размениваться. Единственный ход. Ну, после ЖФ4 ничья довольно-таки простая. ФЕ7, ЖФ2. ФЖ5, ФЕ5. Ну и тут черные проводят ударчик. Отдали. 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 На Д2 нельзя бить. Это проигрывает. Белые пропускают черные дамки. Тут же эту дамку ловят. И оппозиция в пользу белых. Белые выигрывают. То есть в этой позиции на Д2 нельзя бить. Надо бить именно на АЖ2. Теперь белая играет БЦ5. Дамку нельзя ставить. Она будет тут же поймана. Приходится играть БЦ7. Белые могут напасть. Могут сыграть СД4. После СД4 надо ставить дамку. Теперь белые играют ДЕ5. Ну и лучше всего черным пожертвовать шашку и сыграть АБ4. Затем на любой ход, не знаю, допустим, поставили дамку, черные играют на С3 и подрывают пункт Е3 и достигают ничей. Более интересная игра после хода не ЖФ4, а ЕФ4. Теперь черным надо точно играть АЖ5. Ну, сюда бить нельзя. Плохо. Черные побьют на Б2, выиграют. Приходится бить на А6. Теперь черным надо быть осторожными. На Б2 проигрывают. Белые подарут пункт Ф8. И легко выиграют. То есть, приходится бить на пункт Б6. Теперь играем ЖФ2, БЦ7, ФЕ3, СД6, ЕД4, ЖФ6, АЖ3. Теперь ФЕ7, ЖХ4. Разменялись назад. СД4, СБ6. Ну, и после БА5 поменялись. Белые ставят дамку на Д8, а мы идем на Ф2. То есть, видите, на Д2 нельзя было. А на Ф2 тут, как говорится, никаких неприятностей у черных нет. Партия заканчивается ничьей. То есть, мы разобрали ход ЕД6. А вот ход СД6 уже здесь практически проигрывает. Белые точно игра ДЦ5. Теперь, если ФЕ5, то просто зажимаем черных. ЖФ2. Ну, и у черных раньше заканчиваются ходы. Позиция белых легко выигранная. То есть, в этой позиции ФЕ5 плохо. Если ФЖ5, уже белым надо быть осторожными. То есть, вроде бы кажется, что ЖХ4 надо играть. На самом деле, этот ход проигрывает. Черные неожиданно меняются. И Ф6, и бьют вперед. И оказывается, что белым ходить просто некуда. Черные выигрывают. То есть, чтобы этого не было, белые проводят комбинацию. ЦБ4, ЖХ4. Ну, и теперь, как бы черные не били, допустим, если сюда бьют, мы бьем именно на Х8. Побили, побили. Ну, как играть? В Б3 все равно надо будет. Тогда мы играем в ЖХ2. Ну, рано или поздно черным все равно придется жертвовать шашки. И, допустим, жертвуют. Игра от АБ2. Ну, и Ншпи легко выиграны. ЕД4. И черным некуда ставить дамку. То есть, позиция белых легко выиграна. Друзья, вот такие интересные варианты я нашел, анализируя свою даже ничейную партию. То есть, важно анализировать все партии. И проигранные, и ничейные, и выигранные даже. Потому что с помощью компьютера вы находите более интересные варианты, более интересные планы, которые даже поначалу не бросаются в глаза. Но затем вы их изучаете, и во время игры уже более свободно, так скажем, играете. И играется более легко. То есть, зачастую я вижу, что с помощью своих анализов я уже даже не думаю. Я просто играю уже, как сказать, по наитию. То есть, я чувствую, как играть. И за счет этого экономлю здоровое время и зачастую побеждаю. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok